Здравствуйте, дорогие зрители! Вот мы с вами давно тут уже не виделись на предмет Голливуда, да? Да-да. Вот накопились новости. Вот накопились, поэтому хотим вам сегодня их рассказать. Но не сказать, что новости сильно приятные, ну, всякие, короче. Ну, всякие. Ну что, давай начнем с самого неприятного и самого такого вот, ну, как бы сказать, грустного для нас, для зрителей. Ну и что там такого грустного? Ну, весь мир уже, как бы, в курсе, да, разбился в автомобильной аварии актер Пау Уокер. Ага. Звезда Форсажа, в общем, жалко мужика, конечно, молодой, талантливый. В общем, история, конечно, идиотическая, вот просто до последней степени. Потому что, что произошло? Машина Порше, в которой он ехал вместе со своим другом, друг был за рулем, она просто вылетела с дороги и врезалась в дерево. Ага. И все, и ударилась. А, машина была чья? В ней деталей не было от знаменитого Порше, в котором погиб знаменитый-знаменитый американский актер когда-то. Да, нет, как бы, как бы нет. Потому что история совершенно идиотская и похожая на то. Да? Ага. Господи, как его звали, красавец-мужчина. Ну, неважно, ладно. Ну, Крис, Крис, что-то там такое. Ну, короче, да. Не помню. Ну, ты понимаешь, что вот элементарная вещь. Вот они спешили. Они спешили в Санта-Клару для участия в благотворительном мероприятии. Значит, мероприятие должно... Да, оно должно было собирать деньги на помощь жертвам тайфунов на Филиппинах. Ну, там в ЖКУ, что-то, что-то было. И вот они, они, типа, очень торопились. Ну, знаешь, как говорит мой муж, не спеши, а то успеешь. Вот, 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 не спеши, а то успеешь. Да, вот здесь вот как раз произошло то самое, то самое вообще, то, что успели. Да, уже. И вообще, тише едешь, дольше будешь. Это то, вот это железно, дольше будешь, да. Вообще, на самом деле, конечно, я когда вот читаю такие вещи, там, про эти аварии, да, я думаю, ну, господи, ну, люди... Ну, Мокера просто жалко, он тут совершенно не виноват. Да, вот именно. Идиотизм его дружка. Да, вот именно. Надо же было как-то скорость соблюдать, я не знаю, ну, что, правила, они же, извините, кровью писаны же не просто так. Потому что кому-то, в общем, знаешь, захотелось бумагу помарать. Ну, фиолетово, понимаешь, они же торопились. Ну, ладно. А мертвых либо ничего, либо хорошо. Ой, ну, ладно, тут еще одна новость тоже вообще не особо. Что-то приятное про Хью Джекманнер. А, это по поводу его операции на носу? Да, у него раковая опухоль обнаружена была. Ну, как, значит, появилась... Да не опухоль, это рак кожи у него был, значит, пятно какое-то. Карцинома у него там была. Да, мелочь. Ну, мелочь-то мелочь, но все равно неприятно. Ну, и вот, хорошо, понимаешь, что хорошо? Его жена оказалась женщиной настойчивой, то есть она его пропилила там и сказала, иди проверяйся. Я так понимаю, что он упирался достаточно долгое время. Я думаю, мужики не любят. Ну, вот. И он пошел. Пошел с он с имполиной, разводя сокрушенно руками, повторяя, суди его. Пришел. Павел говорит, а ты пришел, мужик, по теме. Надо удалять. Ну, вот, ее и удалили. Ну, что может быть причиной такой фигни? Это дело в том, что, значит, это может возникнуть или благодаря очень сильной солнечной радиации. Короче, загорять меньше надо. И в соляриях меньше кантоваться. Главное, я думаю, что солярии все-таки. Потому что ожоги кожи могут вот это вот все провоцировать. И он сказал, он молодец, конечно, он говорит, ребят, не надо вообще тупить. Надо идти проверяться регулярно. Как только что-то там такое вот возникло, вот надо идти. А также надо пользоваться. По поводу идти проверяться регулярно, все должно быть в меру, знаешь. Нет, ну, понимаешь, когда у тебя, например, вот такой вот риск профессиональный, когда ты актер, например, тебе надо в этих соляриях там сандалиться, ну, конечно, надо... Ну, в сандалиться, в соляриях, пошел, намазался гримом и вперед. Ну, какого хрена из-за какой-то роли, сколько бы она миллионов не стоила, портить себе жизнь? Ой, слушай, куча народу отдаст все. Им наплевать на последствия. Лишь бы роль была. Идиотов много, что ж теперь делать? Ну вот, Хью Джекман, я только думала, идиотом больше не будет. Нет, он явно больше не будет. Он вообще не идиот. Просто мало ли. Нет, понимаешь, тут еще был, конечно, оригинальный вариант с Майклом Дугласом, который сказал, что рак гортани у него от того, что он оральный секс любит. Вот. То есть, конечно, лучше уже так, как у Джекман, чем так, как у Дугласа. Ну, тем не менее вам. Так, поехали дальше. Ой, еще одна интереснейшая новость, такая, знаешь, криминальная. Помнишь такую актрису Британи Мерфи, да? Помню, конечно. Которая в городе грехов играла. Ну, так вот, умерла она в 2009 году, и умерла она вроде бы как из-за воспаления легких и злоупотребления лекарствами. А теперь выясняется, что ни черта подобная. В общем, ее отец, который как бы никогда не верил в том, что она вот так вот умерла, да, в своей смерти, он настоял на посмертной аутопсии. Ее сделали. И в тканях обнаружили море тяжелых металлов. В общем, там в нормах 10 раз, наверное, при... Ну, ты приищи, кому это было выгодно. Да. Так вот, даже говорят, что это, скорее всего, был красивый яд. Ой, дебя. Ты представь себе, вот кто бы мог травить женщину и ее мужа, потому что ее муж потом через очень короткое время умер. Кто бы мог травить их красивый яд? Кто, на кого было написано завещание? Понимаешь, тот, кто был рядом все время. Да. Тот, кто мог в еду, в питье это все подсыпать. Да. Надо домашних шерстить. Обязательно. Я не знаю там того. Ну, 4 года уже прошло, но я не думаю... С одной стороны, очень трудно, конечно, да, а с другой стороны, настолько очевидное такое преступление, да? Кто-то свой это сделал, тут и говорить не о чем. Очень близко стоящий. Это надо сыпать часто очень. Да, 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 потому что надо в каждую еду буквально регулярно там как-то подсыпать, чтобы у человека были вот такие симптомы. А симптомы у него были, смотри, головные боли, головокружение, спазможгонство, потоотделение усиленно, дезориентация в пространстве, пневмония возникла. В общем, там... Хорошо, что ей спид не приписали, а то сейчас любой такой проблеме первым делом спид приписывают. Ну да, ну да, на самом деле действительно отравление вот тяжелыми металлами, солями, может, талией, кстати, тоже очень интересно. Может, талией, нет, талией он вызывает резкое выпадение волос. А, ну да, вот его не было. Ну, вот у него была пневмония. Ну, вот, говорят, крестильный яд. Ой, ну, если найдут, кто-то это сделал. Вообще, конечно... Да, найдут, найдут. Ну, потому что вообще, знаешь, на самом деле, преступление очень такое женское. Вот баба способна на такие вещи. Мужик, он лучше пойдет зарежет. Ой, не, не надо. Вот не надо. Вот не надо. Сколько хочешь в мировом этом мужиков, которые вели себя, ну вот, и убивали именно вот такими методами, еще с удовольствием наблюдая, как человек мучается и умирает. Не надо. Ну, это особый псих... Особый склад психики должен быть. И сколько хочешь женщин, которые вместо того, чтобы вот так вот умирать, просто придет и даст в морду. Да, сковородкой. Да, сковородкой. Так что, кто это сделал, пока не найдут, гадать сложновато. Ну, да. Ну, ладно, бог с ними. Короче, перенайдут, я думаю. Американская полиция, она тоже там мышей ловит. Ну, иногда. О, у нас тут вообще очередной акт Мерлезонского балета с Орландо Блумом и Мирандой Кер. Чего? Ну, что, продолжает развлекать публику. Значит, писали сначала, что они хотят свой брак сохранить. А, да? А, нифига. В общем, нашлись тут у них эти вторые половинки. Значит, Миранда сейчас с новым кавалером крутит. Это миллиардер Джеймс Паркер. Красавец. А, а, вы. С душеворотит. С душеворотит. Ну, тебе говорю. Такого мужика красивого, она, наверное, очень долго искала. Но у него 6 миллиардов, поэтому, видимо, у него тряпочки есть. А, ну, милая. У него очень красивый кошелек. Ну, прикроет морду тряпочкой. Все нормально будет. Ну, нормально это. Вот. Тем более, самое интересное, знаешь, что, значит, с его женой, с которой он развелся, она выросла в одном городке, Миранда. А, ну, так передача флага. Да. Это точно. Ну, и сам Блум тоже, в общем, не сидит. Ага. Вот. Что делает? А говорят, что он начал встречаться с Лив Тайлер. Я и говорю, встретились два эльфа, наконец. Потому что они, помнишь, в этом «Властелине колец» играли. Да, да. Лубов у них была такая. Ах. Нет, у них там лубвы не было. Ты это не преувеличиваешь. Да ладно. У них была лубов за сценой. А, лубов за сценой может быть. Да, я не могу сказать. Ну, вот сейчас у них, короче говоря, они друзья, они очень, так сказать, хорошо дружат. А вот теперь говорят, что вроде как эта дружба переносла в нечто более такое романтическое. Ага. Ага. Знаешь, что, между прочим, Гвинет Пэлтроу заподозрили в супружеской змеи. Ну, почему нет? Она всегда орала, что она сексом заниматься любит. Видать, и ей на мужик не потянул. Ну, там тоже мужик такой красавец, что все равно там. Значит, естественно, разлучником коварным оказался никто иной, как миллиардер. Ха. Ты же понимаешь? Ха. Вот. Я понимаю, что первый бомж с Уолл-стрит к ней бы не подошел. Это точно. Пусть она писаный красавец, все равно не пошла бы. Значит, мужика зовут Джефф Софер. Вот. И говорят, что они встречаются ей уже пять лет в тайне от мужа. А тебе? В тайне от мужа, от пывца Криса Мартина. А Гвинет говорит, ну, ничего подобного. У меня, говорит, с Крисом отношения, как у нормальной вообще, вот мы как нормальная пара. Ну, так ровно, Степа. Вообще, мы очень дружим, мы очень хорошие отношения. Короче, она намекает, что сенсации не выйдет. Но, я думаю, там нароют. Там журналисты вцепились в эту историю, и, в общем, пока они не нароют, не успокоятся. Ну, да. Я вижу, Мадонна рассталась со своим заебатом. Он ее, видимо, заеб... Ой. Да. Извини, извини, у меня даже каламбур, но такое имя невозможно. Ну, да, заебат. Так, значит, это сам Брахим заебат. Я думаю, что, знаешь, еще что повлияло? Слушай, может быть, он заебат? Ну, не знаю я. Мне нравится больше первое. Когда он ее с мамой познакомил, она, видимо, поняла, что нет. Эту семейство все, она не потянет. Ой, мама родная. Ну, и там еще, понимаешь, парнишка, он участвует в проекте французском. Танцы со звездами, да? А-а-а. И пишут, что он очень много времени проводит свой партнерш, с ней, фотографирует, везде ездит. И, в общем, Мадонна сказала, иди-ка ты, друг. А иди ты вон. Да, иди вообще, вот, по своей фамилии, вот ты и тупой кидала. Ну, и там еще что интересное пишет, что она начала опять достаточно тесно общаться с Шоном Пеном. Ага. Потому что он был ее первым супругом. И расстались они, потому что он ее поколачивал. Э? Да, у Шона был очень такой, да, нрав и обычай такой суровый. Он и вторую свою жену поколачивал. Это Робин, Робин, Робин. Да, Райт. Робин Райт, вот. Ну вот, ну а сейчас, не знаю, постарел, видимо, силенки порастратил. Да и Мадонна уже не такая, она не самоздача даст кому-то уж на больше. Да, 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 то-то-то-то. Ноги у нее такие жилистые, мускулки. Руки какие, как посмотришь, ух. Это я сразу вспоминаю Никулина. Какие у вас холодные руки, ты еще не знаешь, какие у меня ноги. Так что здесь точно такая же история. Ну и последняя тоже история про Тома Круса. Значит, Том Круз и Кэти Холмс, ясное дело, почему они расстались. Ну, вот у тебя версии какие? Ну, саентология. Ну, какая-то неинтересная, вообще, с тобой скучно. А я за новостями периодически слежу. Ах, ты периодически следишь за новостями? Ага. Надо мне найти... Мне надо найти кого-нибудь ни разу неграмотного. Какой эффект-то? Найди-найди. Попробуй, да? Да. Ну да, ну ты права, религия и ничего кроме нее. В общем, Кэти решила, что... Саентология не религия. Это хрень, придуманная хреном. Решила, что саентология ей не подходит. Ну вот, а саентология решила, что ей не подходит Кэти. Ой. Все. И распалась парочка. Ну, он сейчас себе другую женщину нашел. Ее зовут Лора Препон. Страшновательно. Нифига фамилия. Ну да, хорошая фамилия. Препон всяческий. Ну и пишут, что отношения там весьма серьезные. Ага, ага. Саентологии одобрили? Вот непонятно. Главное, конечно, чтобы они одобрили. Потому что если не одобрят, то как же это вот... Как же это? Да, не пойдет. Ты знаешь, сколько бабок он впихивает в саентологию? Да представляю себя, иначе бы они мне не вцепились, как клещи. Он впихивает в саентологию процентов 35 из своих гонораров. Дура? Прости, господи. Ну ладно. Он, еще там несколько человек, актеров знаменитых. Ага, траву так тоже делают. Солнце мое, солнце мое, все недаром делается. В ответ они его пиарят со страшной силой. Ну, такое ему как бы и без них хорошо. Не-не-не-не-не-не. Он, когда вошел в саентологию, он даже этого не имел. Он тогда не снимался в первой этой миссии. Когда он поднялся-то как международное это? После миссии? Ну да, звезда. Да, до миссии он был хороший актер, но ничего особенного. Он вошел в саентологию, он поднялся в этой... Снялся в этой миссии, и они его стали жутко пиарить. Ну, да, наверное. Но вообще, конечно, не знаю я. Знаешь, когда два такие события идут одно за другим буквально с разницей в полгода, сразу начинаешь думать, а как они так соотносятся с друг с другом? Вот так они и соотносятся, что одно из другого высыхает. Да, да, да. Ну, в общем, короче, если кто-то логику включит, да, хотя бы самую примитивную, сразу поймёт. Ну да, это как ситуация с нашим с тобой любимым актёром, который после того, как съездил в Тибет, пообщался с тибетскими этими, стал резко говорить о людях только хорошее, а как только он только хорошее о людях скажет, эти люди, которые о нём говорят плохое, почему-то получают всё это плохое взад в большом количестве. Да, потому что заряд возвращается... Да, да, да. А до этого ничего похожего не было. Да, поэтому он может сейчас совершенно вообще это расслабиться и получить удовольствие. Он так и делает. Все, молодец. Мы не будем пальцем указывать, кто это. Да, хотя это был кто. Ну, ясно. Ну вот, у меня как бы на сегодня новостей больше нет. Ну как, они у меня есть, но там, понимаешь, там... Но ты жадничаешь, я поняла. Нет, я хочу просто следующую программу у нас будет про всяких этих издевателей и осквернителей, и всяких разных этих нехороших людей, вот, и очень много будет про Джастина Бибера, потому что парень, конечно, вообще офигевший. Бон-бон! Он офигевший. Вот в следующей программе на следующей неделе вы узнаете всё в подробностях. Уже там столько уже подвигов, что просто это надо отдельно рассказывать. Он что, ещё и сексуальный маньяк? Да, там его с проституткой застукали. Ой, тоже мне подвиг, бля! Нет, там не в этом дело. Там ещё куча всего. Мальчик старается, я понял. Вот. Так что ждите. Ждём. Ну, вот. На сегодня всё. До свидания. А, подписывайтесь на наш канал. Да уж так и быть, подписывайтесь. Чё там? И вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok